всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать пустые баночки своей сестрички напомню что у нее очень чувствительная кожа и жирная ну такая прям супер пупер какая чувствительная то есть поэтому скажем так на ней можно тестировать продукты любые потому что что чуть где-то не так сразу же у нее высыпание ну и начну вот таких вот двух продуктов это бюре бюре такие вот тут deep cleaning это тут 4 пакетика скажем так маски маска с углем ей понравилось хорошая хорошо очищает выглядеть выглядит масочка вот так вот насколько я знаю можно купить эти маски в буте то есть они продаются в буте в принципе недорогие и вот такая вторая масочка это уже не масочка это мыло вернее тоже от бренда бюре они заявлены как именно борьба с высыпаниями тоже с углем мыло оно очень хорошо очищает но так как это мыло с углем им нельзя пользоваться каждый день но поры вычищают очень хорошо то есть хорошая мыло у тех у кого вот именно такая жирная кожа проблемно то вот это вот мыло можно посоветовать также у меня сестричка посоветовала это обязательно пойду бут и присмотрюсь дальше столько вот масочек у нее закончилось ну давайте начнем потихонечку с них вот такая вот масочка а покупала на их платви даже две это от фирмы флорисан это маска очищающая тоже от прыщей от углевой сыпи на угле от них горит лицо но это нормально то есть это не потому что это какое-то раздражение а это так как бы и должно быть то есть после них скажем так хорошо маска очищает если у вас скажем так в очень плохом состоянии кожа то после этой маски скажем так вы можете привести кожу в порядок но опять же не так как она с углем нельзя с ней перебарщивать то есть не чаще чем два раза в неделю также у нее закончилась вот такая вот масочка charcoal калмут наверно так они по моему называются их там много разных серий ну в принципе маска ей не понравилось то есть как бы вообще можно на ней даже не останавливаться вот такая вот японская или корейская не очень в них понимаю масочка тоже закончилась в принципе они в принципе маску эту она не поняла никакого такого прям сильного эффекта нету тоже в принципе ерундушка дальше вот такая вот красивая золотая маска она ну скажем так увлажнение дает принципе любая маска которая заявлена что она увлажняющая даст вам увлажнение поэтому тоже особого никакого эффекта не было замечено опять же тут вот золото пчелиный яд очень все красиво расписано но в принципе только увлажнение и больше ни о чем следующая маска это такая гитро фейс маска 120 часов увлажнения у меня такая маска тоже была вот и у нее такая маска то есть принципе тоже не как мне ей эта маска не понравилась в принципе ни о чем обыкновенное увлажнение которая даст вам любая самая даже дешевая маска даст вам увлажнение дальше вот такая вот от body shop это Japanese matcha tea то есть это их знаменитый китайский зеленый чай matcha по-моему так он называется вот эта маска ей понравилась хорошая хорошо очищает но есть другая маска зелененькая вот такая вот это вот гималайская с углем гораздо гораздо лучше чем вот это то есть если выбирать между ними двумя то вон там маска ей понравилось больше чем вот это дальше вот такой вот детский шарик бурлящий сюрпризом то создать такая прикольная штучка от кафе красоты особенно для детей внутри там такая игрушка вот здесь даже заявлено что игрушка внутри то есть у нее попался мячик также есть таких вот гурбуляшках цветочек то есть просто ну такая бомбочка которая плавает по ванне и потом какой-то ребенок игрушку получает дальше вот такой вот лак для волос от гэлла ну в принципе не очень он ей понравился он как бы хорошо держит но склеивает волосы поэтому вот он заявлен как четверочка поэтому тоже хорошо держать но из-за того что склеивает волосы волосы выглядят как будто жирные такой вот скраб закончился для тела от натура сибирика так скажем средненький даже можно сказать ни о чем стоит очень дорого этот скраб а как бы в принципе ну ничего такого особенного он и не делает скраб и скраб вот такой вот скраб для тела тоже от organic shop это уже кофе очень приятный аромат кофе это сахарный скраб очень очень ей понравился дешевый стоит своих денег то есть вот если допустим сравнить предыдущий скраб и этот скраб то этот гораздо гораздо лучше посмотрите обратите внимание он заявлен как без слс парабенов силиконов и у него за аромат просто бомбический и скраб просто крутой попробуйте с учетом того что он недорогой мне кажется уже весь youtube прожужжал об этом скрабе поэтому думаю что не стоит также на нем заострять внимание вот так он закончился баттер для тела от body shop это папайя очень вкусный аромат но он ей не понравился то есть быстро приходит непригодность этот запах начинается то есть как будто такой запах портится такой то есть очень-очень быстро когда такой тухлый но не тухну только пред запах то есть как будто портится к сожалению дальше вот такого детская пенка для ванны то есть хорошо пенится она без запаха такая вот детская можно сказать детское такое баловство Дальше вот такой вот гель для душа от Жордан Гюмон, тоже очень о нем наслышано, очень многим кому она нравится, это бразильское кофе, и запах очень классный, и даже после использования этого геля для душа не надо даже никакого крема, и он, кстати, тоже из, можно сказать, дешевый. Дальше вот такой вот L-карнитин, покупала она его в Holland & Bar, он не дешевый, вот 150, нет, 1500 миллиграмм, стоит 20 паундов, это такая жидкость, ну, не знаю, жидкость, не жидкость, но, в общем, это надо пить. То есть, если вы хотите похудеть, то вам это нужно пить, но это не как просто, скажем так, лекарство для похудения, это обязательно нужно вам, допустим, если вы ходите в джим, то есть какие-то нужны силовые, скажем так, нагрузки. Ну, не обязательно силовые, ну, так вот, вот так вот выглядит он, сейчас покажу вам поближе, вот так вот, такая вот красная баночка, вот L-карнитин, тут с вкусом лимона, 473 миллилитра, не знаю, что тут в миллиграммах, но так 473 миллилитра, и, как я уже сказала, то, то есть, одну вот крышечку вы берете, и вот одну такую крышечку в день, и вы реально худеете, но, опять же, этим злоупотреблять нельзя, то есть, нужна какая-то активность, когда вы этим пользуетесь, то есть, это должен быть или какой-то тренажерный зал, или просто вы очень активны, то есть, понимаете, нельзя просто ее пить и худеть, она тогда, ну, скажем так, не поможет, это вот именно вы должны активный образ жизни вести, и вместе с этим пить L-карнитин, и тогда вам это действительно поможет, но вещь не дешевая. Дальше вот такой вот гель для бритья от Gillette Satin Care для чувствительной кожи, салой и верой, и, в принципе, уже я всегда такой покупаю, сестричка покупает, очень нравится нам, нет, не вызывает никакого раздражения, очень маленький расход, у нее это уже второй, у меня это уже, наверное, двадцатый. Дальше, ее самая-самая любимая маска и просто must-have, это маска от Body Shop Gimaline, гималайский уголь, она просто готова пить ему реферамбы, он, у нее постоянный продукт, то есть это та маска, которая постоянно-постоянно возобновляется, то есть закончилась одна, сразу покупается другая, то есть в ее случае она помогает от всего, просто от всего, ее подружка купила, тоже им пользуется, вот так вот выглядит сама эта баночка, то есть вот очищающая маска, не знаю, будет вам тут видно что-нибудь или нет, вот такая вот она, видно, что вот здесь у, еще скорее всего тут также и глина, безусловно, куда же очищение без глины, но вот так вот масочка выглядит гималайская, если у вас есть возможность, пойдите в магазин Body Shop, там всегда есть тестеры, потестите, попросите, я уверена, вам дадут пробничек домой, и думаю, что вы тоже не останетесь равнодушны, ну вот для нее это просто must-have маска, дальше, конечно же, ее любимый Batiste сухой шампунь, то есть уже много о нем сказано, все замечательно, кроме аромата, то есть вот именно этот флорал ей не понравился, то есть она вернулась к натуральному, дальше вот такой лак от Trissime, как заявлено, профессиональная, хороший лак, опять же она к нему вернулась, в принципе он хорошо держит, вот тут пятерочка, то есть сильной фиксации, и он не из дорогих. Дальше вот такая вот серия от Kerastase у нее закончилась, сейчас я вам покажу получше, вот такая вот серия от Kerastase, Resistance, то есть здесь это такой комплексный уход за волосами, то есть сначала, ну здесь такое, сначала вы пользуетесь кондиционером, вот этим, так, вот кондиционером пользуетесь, то есть оставляете на 10 минут, потом шампунем, и уже сером на конечке, и вот в общем весь этот комплекс, он восстанавливает волосы, ну Kerastase в принципе тоже много дифферампы на Пета на Ютубе, тоже, думаю, многие слышали и знают, о них ей в принципе тоже понравилось, сейчас я вам кстати покажу, как выглядит сам вот этот сером, очень красивая баночка, такая вот у сером, она же идет вот с такой вот помпочкой, что тоже очень удобно, очень кстати такой, знаете, приятный парфюмированный аромат, приятно наносить их на волосы, дальше вот такая вот виши закончилась, мицеллярная водичка, 3 в 1, 200 мл, в принципе неплохая, но дороговато, то есть вот, скажем так, она наверное не такая прям вау, чтобы отдавать последние деньги, чтобы за этим гнаться и это покупать, она хорошая, но как бы дорогая, поэтому со скидкой, да, можно купить, когда особенно они делают там 3 по цене 2, тогда да, так как бы немножко дороговато, вот такой вот гель для душа закончился, French Connection London, ни о чем, то есть вот с такой он помпочкой, можно на нем не останавливаться особо, то есть любое средство, абсолютно любое, будет ничем не хуже этого, так, дальше вот такой вот кафе де бейн, это крем для душа, посмотрите, здесь такая вот красивая макаруна, здесь малина, роза, 250 мл, очень-очень классный аромат, но сам по себе гель для душа ерунда, хотя аромат очень-очень классный, вот такой вот крем для рук, Крэбдри энд Эвелин, Саммерсет Мидоу закончился у нее, очень ей он понравился, очень хорошо увлажняет, приятный аромат, у меня тоже такой был крем, и кстати, я люблю этот бренд, этот бренд специально создан для тех, кто любит в садах ковыряться, то есть какие-то цветы выращивает, то есть у них руки, как правило, сухие, в плохом состоянии, поэтому они вот и создают этот бренд, такие вот крема, которые очень хорошо восстанавливают потом ваши ручки, дальше вот такой вот клиник, крем для лица, это ее, это то, что ей подходит, это для нее must have, вот именно вот этот смарт, линия смарт, он дорогой, 60 паундов, ну очень-очень ей подходит, действительно я вижу у нее результаты, то есть какие-то вот такие мелкие морщинки, они действительно прошли, у нее была такая вот, ну как скажем, не возрастная морщинка, а на лбу, скажем так, маленькая такая, и вот она действительно прошла, благодаря этому крему, из этой же серии и сером, сером тоже, он еще дороже, он стоит 80 паундов, опять же, серома нужно чуть меньше, у него расход меньше будет, но с ним кожа выглядит гораздо, гораздо лучше, лучше покупать в какие-то рождественские распродажи, тогда можно купить 3 крема за 50 паундов, что очень хорошо экономится, опять же, очень хорошее средство, но дорогое, ну и осталось тут пару косметических, это вот такая вот вещь для бровей от Берри Эр, такой вот масс-маркет, здесь зеркальце, вот открывается на всю, тут вот и пинцетик есть, и кисточка есть, и сверху, хорошее в принципе средство, но нужен сверху гель, а то будет отпечатываться, но для масс-маркета очень хороший, можно сказать, единственное, как я уже сказала, нужен закрепляющий гель, чтобы не отпечатывались брови, такой вот Mob Browse для бровей, ну тоже вообще ничего не фиксирует, в принципе ерунда, так, Dior Addict, это вот такой лайнер, он такой прям подводка, черная-черная, красивая, вот такая вот, очень такая вот красивая, но, к сожалению, к сожалению, плохая, то есть вот нужно, вот после того, как вы нанесли, нужно очень долго ждать, пока она высохнет, потому что она тогда начнет везде вам отпечатываться, то есть везде будет отпечатываться, и потом уже не накрасится ничего, такая вот тушь от Givenchy, очень хорошая тушь, но очень плохая кисточка, то есть что делала у меня сестричка, она открывала эту тушь, и пользовалась другой кисточкой, потому что эта кисточка очень неудобна, я тоже, кстати, пробовала, у меня тоже был пробник туши Givenchy вот с такой вот кисточкой, как мне напоминает вантус туалетный, очень неудобно, очень царапает, никак не накрасить, не знаю, я не понимаю этот прикол этой кисточки, тоже мне эта кисточка абсолютно не понравилась, но как бы вот тушь ей очень понравилась, ну и последний это вот такой вот тональник, пробничек тональника от Lancome, в цвете 0,35, хороший, но на лето, он такой очень легенький, и в ее случае он отпечатывается на одежде, у меня тоже есть пробничек такого тонального крема, только в других оттенках, у нее кожа более загорелая, то есть ей нужно более потемнее, и вы знаете, мне очень понравился, у него очень приятный аромат, он действительно прозрачный, то есть он не такой вот прям сильный-сильный, чтобы прям все-все-все вам тут скрыть все ваши недостатки, но вы знаете, он классный, мне вот он как-то вот сливается с вашей кожи, опять же приятный аромат, посмотрите, как красиво, ну не обращайте внимания на цвет, но посмотрите, как холено, красиво будет выглядеть ваша кожа, ну как бы в моем случае я могу 100% рекомендовать, вот так вот очень красиво лоснится кожа, я допустим куплю полную версию, только в другом цвете, в котором у меня пробничек, ну вот в ее случае, возможно у нее более жирная кожа, поэтому остается, отпечатывается на одежде, в моем же случае вот именно этот синт идол, супер-пупер тональное средство, ну вот как в ее случае, как бы вот так вот, легенькое такое, ну вот на этом все, спасибо за внимание, всем спасибо, всем пока!